АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему? К партию Роста? Почему к партию Роста? Потому что, мне кажется, что началось то время, когда невозможно оставаться в стране, и, посмотрев на весь политический ландшафт, я понял, что там те лица, с которыми бы мне не хотелось бы иметь ничего общего. Потом я посмотрел на Бориса Юрьевича и подумал, с этим товарищем я, пожалуй, бы выпил. И мне, как говорил Виктор Ерофеев, Венедикт Ерофеев, мне есть о чем с ним пить. А у него есть что? Тут мы совершенно совпали. И потом я понимаю, что, конечно же, я мыслил себя всегда предпринимателем, тем человеком, который созидает, буквально из ничего делает что-то, который наделен способностью организовывать из абсолютного хаоса современности, вычленять какие-то смыслы и их подавать в доступной форме, чем не политический навык, который сейчас уже давно-давно у всех отсутствует. политика свелась к какому-то кулуарному хождению из кабинета в кабинет, каким-то договорным матчем. Я этого не люблю. Я пришел играть, я игрок, я довольно азартен. И мне кажется, что я оказался в нужное время, в нужном месте. Спасибо. Коротко изложить вообще смысл существования Сергея Владимировича, ну, до момента, как он здесь выступает, то это выкорчевание совка из нас. Поэтому вопрос у меня такой. А как так получилось, что вот все эти надежды 90-х, в те годы, когда мы все росли, то, о чем говорил Борис Юрьевич, почему вот в этом прекрасном нашем городе, Петербург, зародилась вот эта система, которая теперь управляет страной, которая у нас просто... Я каждый день чувствую вот этот звук, этот цвет, этот запах советской эпохи, которая просто вот так надвигается мрачно, как туча, или как, знаете, в фильме... Нет, это не советская эпоха ни в коем случае, это симулятор. Это абсолютно с фасада это выглядит так. Это гипрога, стена из гипрога, пальцем к ней, а там ничего нет. Советская система была интернациональным проектом, если вы помните. Та идея построения коммунизма, она прекрасно экспортировалась, да и инфортировалась. Сейчас мы находимся в той фазе, когда мы ничего не можем предложить миру, кроме как немножко его покошмарить. И, собственно говоря, весь мир относится к России очень странным образом. Мы воспринимаемся как к таким хулиганам посерьезнее, нежели чем Северная Корея. Северная Корея совсем детский сад, а мы серьезный, большой, нормальный хулиган, сидящий на задней парте. И, если что, мы можем из рогатки пульнуть в глаз учителю. Хотя, кто здесь учитель, совершенно непонятно. Позиция Америки тоже, как вы видите, постоянно меняется. И то, что сейчас происходит в Америке, тоже вызывает у меня лично очень много вопросов. Поэтому к Советским Союзам я бы, нас бы не равнял бы. Мы находимся в другой какой-то конструкции. Здесь очень много постмодерна. Здесь очень много вида. Здесь очень много как бы. Здесь очень много поз, за собой ничего не несящих. Как могут существовать над Кремлем одновременно двуглавый орел, символ монархии, и красная звезда? Вот конструкция, в которой мы существуем. Мы готовы целовать красный флаг и тут же доставать черно-бело-желтый флаг Романова. Как это? Вот так. Это постмодерн. И преодоление этого постмодерна, как болота, в общем-то невозможно на нас. Это инициатива, если не будет исходить от нас. Мне очень понравился слоган «Умная Россия». Мы должны становиться умней. Это самое главное, что мы должны делать. Мы должны заниматься прежде всего собой. И когда мы займемся собой, мы займемся страной. И здесь партия, конечно же, не предпринимателей, а партия, я бы сказал, творцов. Потому что мы сами творим свою судьбу. И творим судьбу тех людей, которые от нас зависят. Спасибо. Песня «Менеджер» уничижительная. «Хипстер» не наш электорат. «Менеджер» — это не наши электорат. Это не те люди, которые хотят свободу. Менеджер, как... Нет-нет-нет, я вижу ситуацию так, что «Менеджер» — это... На момент написания этой песни это был пролетариат. Самый быстро растущий класс. Сейчас «Менеджер» — это вымирающая профессия. После коронавируса, естественно, их станет в разы меньше. Будет серьезно поколеблится рынок. Будет очень много людей, которые перекладывали бумажки, посылали отчеты и больше ничего не умели. Эти люди сейчас будут не востребованы. На удаленке им делать нечего, потому что ты кофе на удаленке не попьешь, в куринке не постоишь. Это большая будет проблема. Ну и день выборов все-таки. То есть быть трезвым и поставить крест — это мы научились. Но голосовать-то против всех не получится, Сергей Владимирович. Нет такой больше графы. Писали-то вы в другую эпоху, еще такую... Голосовать против всех, конечно же, не получится. Да, и против всех — это... Борьба с помощью отрицания, она, мне кажется, в нонешней ситуации не принесет никакого профита. Голосование против всех можно фактически никуда не ходить и тем самым голосовать против всех. Но, мне кажется, России требуется как раз дурацкое слово из лексикона Инстаграма философов. Но, тем не менее, я его произнесу — осознанность. Мы должны осознанно идти и делать свой выбор. Как бы, каким бы тяжелым бы он бы не был. Наша партия, к счастью, не предлагает никаких райских кущ впереди. Это партия людей, которые привыкли работать. Мы призываем людей работать. Мы требуем того, чтобы нам дали возможность работать. Мы не хотим получать какие-то субсидии. Мы хотим пространства для собственной свободы. Спасибо большое, Сергей Шкуров. Спасибо.